здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас спортивный эфир причем по виду спорта который с одной стороны всем хорошо известен это ушу а с другой стороны у него есть еще под название обо всем об этом мы и поговорим с нашими сегодняшними гостями у нас будет трое гостей но в первой части двое это мастер спорта россии по ушу сань да и кикбоксингу тренер клуба единоборств с таким красивым названием кобра городского круга рыберцы вадим макшанов а также он привелся в двух победителей как и положено причем у нас будет и победительница и победитель уже во втором отделении сейчас здесь студии елизавета дерди чук здравствуйте лиза можно вас назвать лиза да хотя елизавета конечно сразу прибавляет медали такое особое звучание вот сразу же вадим романович вы я так понимаю главный человек судьбе этих двух спортсменов что чувствует тренер когда его подопечные становится победителем наверно удовлетворение вот проделанной работы столько мы трудились шли к этому выполнили все выполнили столько нервов на тренер больше радуется чем сами победители еще не понимают что как бы ну сделала и сделала да а вы что чувствовали когда победили ну конечно же радость ну вообще когда ты побеждаешь это наверно высшей степени эйфории просто да а вот можешь победить но быть недовольным собой то есть до конца а можно победить как бы при превозмогая себя вас вот эта победа на кубке она какой была для вас ожидаемые или нет финале боя попалась очень хорошая девочка и ну хорошая смысле что и легко победили нет 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 наоборот да хорошая смысл спортсменка хорошая да 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 и поэтому бой был тяжелый очень ну это ж мы дали бы и вы да правильно мы к нему еще вернемся безусловно но давайте все-таки для наших теле зрителей потому что уж узнаю у нас как известно люберцы миша спортивной программе говорим эту фразу не для назойливости а потому что это правда я тому свидетель все виды спорта самые даже необычные бывали здесь у нас в студии представители видов спорта ну а тем более единоборств самые разные да начиная от бокса и вот еще и карате у нас будет тоже ваши коллеги сегодня но речь идет о том что вы говорите что это ушу сань то что это такое муж у сын да это полноценный вид единоборств так уже сам по себе отделившийся до контактный вид спорта там ходит и ударная техника и борцовская техника а чем от ушу отличаются ну там контакт полный контакт или есть ушу традиционно ушу это вот с мечами с палками показательное выступление показательно а у вас уже полноста нас прям полноценный поединка есть к вам не подходи уже все но и насколько давно это существует это отдельное направление или она как бы всегда существовало но всегда существовало но единственное что она из китая к нам пришло больше в китае продвигалась и вот последнее время у нас же мы на росток надо же ориентировались вот но вы семь лет клуб работает до клуб а почему кобра назвали звучит одновременно и устрашающие как-то ну кобра понятно такое боевое название кто придумал то название должен даже не вспомнил просто собрались на на все да и спорта вместе с тренером придумали ну хорошо вот семь лет работает клуб и я так понимаю что еще может быть не очень такая это но такой вид спорта все-таки он контактный да и для зрителя ну может быть не совсем всегда подготовлен к этому я так понимаю что он травмоопасный нет если вы словами на посту что-то там загляделась по свой какой красивый зал бах и все такое безусловно конечно любой вид единоборств он очень травмоопасны и опасны нет но просто вы говорите что он контактный там шарики как видите показательное выступление а здесь же идет контакты все по-настоящему 2 и нокауты и переломы и все есть очаровательная замечательная а вот юная совсем леди и вдруг в таком даже трудно сейчас представить вас такой вот с видом в хорошем смысле слова кобра щас но коль в клуб называется нападаете на это потому что вам нужно золото почему вас кто-то привел заставила ли вы сами пошли у меня был старший брат и он в принципе был в единоборствах вот довольно долгое время ну я всегда за ним тянулась вот и тоже было такое желание попробовать себя вот и никто вас не отговорил говорит ну пойдем там балетом позанимаюсь танцами нет ну вообще родители как бы они не очень были рады но что мне вот это нравится но сейчас тоже они да но если сердце просто лежит к этому спорта как раз надо взять какой это я так шучу сейчас это кино и рисую кино вот просто вдруг будь проходить в темном уголке не влюберца где-то плохом регионе когда не поймут что это хорошо я думаю вот кстати такой еще вопрос вадим вот если мы говорим о наборах до ребята которые приходят опять же но такой серьезный выбор когда человек готов идти ну настоящая такая битва да вот кто к вам приходит и сразу же давайте скажем где можно прийти вот сейчас кто-то посмотрит захочет прийти тоже такую медаль заработать который мы чуть позже поговорим какой-то набор у вас проход как это работает да конечно ведем набор у нас дети тренируются от пяти лет и начинают и предела нет даже есть 50 лет тренируются ходит но для себя они конечно не выступают так форму поддержать а вот скажите вот ушу саму по себе это сначала мы долго но опять же если название я так привязался к нему что такое кобра вот она там как в кино медленно потихоньку сидит ждет своего звездного часа то есть так тихо спокойно но что-то на своей волне а потом на рывок что называется это так работает то есть мы максимально ищем тот самый момент когда мы должны нанести тот самый последний уж не знаю удар укус чтобы соперник был повержен так ну можно и так сказать да видите как интересно придумал прям кино нарисовать хорошо начались тренировки как у вас проходят тренировки вам сейчас сколько лет я имею право спросить что вы спортсменку мне мне 25 лет 25 лет никогда бы не сказал скрытно вот как походят тренировки это всем дней в неделю нет тренировки шесть дней в неделю в период подготовки по две тренировки в день воскресенье отдых восстановления вот так понятно ну и какое-то ограничение в еде да ну конечно если нужно вписаться в определенную свою категорию то дамы себя ограничиваем идеи и а вам рамку не бывают чтобы наоборот выйти в друга есть такие которые набрать не могут да они пытаются набирают вес я бы больше такая категория подошли ну да ну такие таких реже к сожалению таких меньше а мальчики девочки вообще как приходят кого больше мальчиков конечно же до мальчика но девочки тоже ходят в если женщина да а девочки просто чтобы девочка пришла в единоборство это должен быть определенный склад характера просто так вот характера ну боевой бы внешне да как-то любая женщина боевую вот особенно когда остается твоей женой просто кажется сплошной бой идет вот ну конечно не кобра и не нашли намекаю да 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 но тем не менее хорошо но возвращаясь к разговору вадим и так разный возраст но должна быть какая-то подготовка то есть человека должны быть какие-то спортивные тоже все таки ну тяжело так с дивана встать и вдруг неожиданно стать борцом в вашем не но если ребенок уже приходят подготовлены это конечно в плюс тренер тренером но но если ребенок не подготовленный приходит на работаем с ребенком прививаем любовь к спорту к единоборствам вот тут сразу возникает такой вопрос когда я не могу вам не задать как тренеру и вот мастеру спорта кстати вы так как давно занимаетесь сами когда вы пришли в эту я пришел 8 лет или в семь лет и до сих пор до сих пор 30 но можно не считать даже неважно но смысл в чем что все-таки это контактный вид спорта и мы прекрасно понимаем что я всегда спрашивают особенно у людей которые единоборствами занимаются что ведь как в кино эти можно воспользоваться в двух направлениях в полезном так правильно ну как защита там и так далее она можно жить и на она воспользоваться и в плохом как вот психологически вы настраиваете ребят чтобы они все-таки оставались на светлой стороне луны но у нас акцент идет на учебу во первых если ребенок учится плохо мы ему даем шанс исправить свои оценки и после этого он пока одну дневнике проверяем все оценки следим да то есть вы мотивируете таким образом надо если у ребенка но не получается конечно исправить он у него там проблемы с дисциплиной школе дерется постоянно но мы с другой стороны если он дерется значит у него какая-то энергия энергии с ее правильно можно же направить можно вы заставляете чтобы это чтобы он начинал учиться и просто дрался а то есть он умел будет у нас дисциплина и учеба на первом месте а потом уже тренировки и бои ну это собственно и философия сама ушу она же в этом заключается да но это всех единоборств и каждого ну где-то попроще где-то да но если мы говорим о восточных подходах да то здесь конечно не погуляешь так в плане даже интересно наверное вас какие-то проходят специальные тренировки я имею ввиду ну как этот традиции какие-то до существуют традиции ушу сын да 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 нет особо таких нет традиции обычные тренировки на физику на выносливо это да 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 ну а чем тогда вы отличаетесь от просто ушу кроме вот шариков и этого или от какого-то но у нас жюдо не у нас нету философии именно вида вида спорта просто нужно нанести тот сам правильный быстрее выше сильнее единственное правильное принять единственное правильное решение если этого потребует ваш вид спорта назовем лиза у нас скоро закончится первая часть нам придется с вами попрощаться я все-таки хочу коснуться и женского взгляда на эту вещь вот вы пошли ну хорошо брат понятно то есть было ну на кого-то сказать посмотреть чей так сказать пример взять но с другой стороны девушка дерется вот давайте этот миф разрушим и расскажите нам как вы сумели как сказать так хорошо научиться тратцем хорошее слово биться чтобы боксида как регулярные тренировки самое главное это регулярно тренироваться правильно восстанавливаться слушать все указания тренера это простой путь а что за медаль давайте мы покажем ее так вот да вот да да зами первое место это что за медаль у вас это у нас был турнир в сентябре санкт-петербурге проходила по немного другому разделу ушу санда по другому разделу ушу винчунцань называется в нескольких разделах уже можете участвовать да и да и там я провела два боя это был кубик россии отборочный полуфинал что да да и второй финал понят и вот это вот потом эта девушка которая была ваша коллега ну коллега и парк да как долго бой происходил играет роль долго быстро да да у нас будет лица два раунда если два раунда идут 1 я выиграла 1 она выиграла 2 тогда добавляется 3 если я выиграла два раунда тогда третьего нету вот и не бой финале продлился продлился три раунда три раунда значит было ничья а потом все таки вы додавили психологически ну психологически тут там тоже до роль влияет понятно да на характере это здорово лиза а вот все таки уже такая спортсменная поймаю с опытом планируете тоже по нам тренером стать или будете идти дальше я сейчас тренирую играющий тренер до детей до тренирует да надо детей от шести лет ну вот видите так что у нас уже растет новое тренерское поколение а используете тренерские наработки вашего тренера да конечно скрываете над него что украли у его наработки тренерские ли он разрешает не против хорошо я сделал небольшую паузу напомню что у нас гостях мастер спорта россии по ушу сальдо и кикбоксингу тренер клуба единоборств кобра городского круга люберцы на вадим романович макшанов и мы прощаемся с елизаветы дерди и чук которая уступает место а вот про матвей чего нам скажите тоже победитель же у нас очень целеустремленный парень а вы параллельно боролись или могли посмотреть его выступление а он ваши нет он другой день другой день да понятно то есть вы сначала выиграли а потом ему уже ничего не оставалось делать как выиграли такая на жизнь сделаем паузу у нас как это между двумя раундами должна пауза пока он за вами до встречи напомню что эта программа открытый диалог спортивный эфир сегодня говорим мы об ушу сань да как мы выяснили от обычного если можно так сказать ушу отличается прежде всего тем что все по-настоящему и может быть поэтому название клуба единоборств кобра который возглавляет мастер спорта значит возглавляете его или вы являетесь членом клуба тренерском 4 тренера то есть вы как бы все вместе бы тогда можно сказать один из организаторов тренеров клуба единоборств кобра городского круголюберцы мастер спорта россии по ушу сань да и кикбоксингу вадим романович макшанов и к нам приснился матвей абанденов победитель всероссийских соревнований по ушу этого 2020 года спокойный тихий уверенный давайте мы сразу же вам в первые вопросы зададим чтобы было понятно вам вас было два может перевыяснили что есть два раунда а есть три у вас сколько было раундов финале не было два раунда значит в обеих раундах вы победили на ядера победу кто был ваш соперник вам сразу хотелось его так сказать отключить от соревнований или попой на вы знаете я холоднокровно вышел то есть не но как шоу должно быть глаза в глаза должны посмотреть я сейчас тебя нет такого но столько наверно при пожатии руки а при пожатии на пожатии было на пожатии хорошо как прошел бой был тяжелый бой с довольно опытным парнем довольно тяжелый бы я смог одержать победу а смогли бы за счет чего подготовка или все вместе или просто концентрация подготовка моральный настрой перед боем ну и соответственно опыт и наставки тренера а сколько было команд участвовал вот там я так понимаю же было немного до разных боев да вы ощущали что там смотрит кто-то кто-то как он чего вообще даже трудно себе представить когда человек на любой да вот когда игровой вид спорта футбол хоккей там принципе можно спрятаться ну и при желании да немножко так чуть не побежал до достанется потом от тренера но тренера достанется а зрители могут не заметить а тут же никуда не денешься да вы знаете довольно много команд приехала на эти вот соревнования ну да довольно ну как бы уже не чувствуешь это вот что на тех кто-то там смотришь концентрируешься на бой да но наверное вот тут мы же опять подключаем вашего тренера вадим раньше наверное вот это мы вы же это мы учите концентрация то есть когда в принципе ничего тебя не волнует только стоит главная задача да да конечно единственный момент который перед ними у них голове наверно стоит это но нет уже с опытом нет такого нервозности какое-то волнение они больше переживают чтоб свой план выполнить на бой а что такое план на бой ну много ребят уже друг с другом боксировали некоторые знают своих соперников знают как они бьются и под определенного соперника мы готовим свои планы даже так даже так но получается тогда что и он же понимает что под него готовят что-то изменить и условно там все время больше не знаю там левой это придумываю сейчас левой частью работал тут вдруг начал работать как правша условно говоря да поэтому первые раунды они в основном все такие знакомства никто там сильно не начинают никто не бежит на кого такие пристреливаются друг другу и ознакомилась понятно но и получается тогда но с другой стороны наверное есть какой-то общий портрет разных игроков и разные до технологии тактики кто-то ждури агрессивный кто-то более спокоен вот вы помогаете в выборе вот ребятам что тебе лучше вот этот подойдет вариант или они сами вместе с вами себя проявляют но кто-то более ну как и любой человека один энергичный такой весь да весь на нерве а другой такой спокойный значит именно на другая тактика но не энергичные спортсмены скорее всего если они сразу начинают уже налетать спортсмена то скорее всего это уже от неопытности перемена сказывать а тут надо выждать если парень спортсмен опытный или девушка то они будут пристреливаться к другому смотреть наблюдать и потом уже подключаться хорошо а вы знали до этого соперника вашего главного финала лично я до этого не видел нигде а то есть первое это был перед тогда была первая наша встреча а вот что происходит когда вы победила бед бак там нокаут было что не обошлось знака луто ну а вы понимали что вы выигрываете или вы еще не понимали что вы выигрываете бываешь иногда прямо вот наверное примерно да я понимал что выигрывала по очкам пойду вот выиграли чем жалко было соперника же не желтка вы Бывает слово «жалко» вообще в вашем виде спорта? Нет, такого слова не бывает. Не бывает. А проиграл – проиграл, да? А себя бывает жалко, когда вы проигрываете? Нет, не жалко, потому что каждый проигрыш – это опыт. Да, это опыт. Как бы мы учимся на ошибках. Ну, а вы там прыгали, как или так, спокойно поклонились и пошел отдыхать? Спокойно поронился, да. Давайте мы покажем вот эту медаль же за этот будет, да? Давайте мы ее покажем, что там на ней. Эмблема, да. Вот. И я так понимаю, это у вас какая уже? Ну, Санкт-Петербург видно, герб Санкт-Петербурга. Насколько это у вас? Какая медаль-то уже по счету такая? По счету, в общем. Они же разные есть? Да, но это уже больше, наверное, больше 50 медалей. 50 медалей? Круто. Ну, разного. Да, конечно, разное. А он получил, получил, не получил вообще медаль? Или он за второе место получил? Получается, за второе место получил. Но он же проиграл? Ну да, но так как было два боя, человек, который проиграл в финале, получил второе место. Да, понятно. Да-да-да, полуфинал же был. Но все равно это вот тот случай, как у футболистов тоже, да, что не хочется надевать эту медаль. Я понимаю. Вадим Иванович, давайте мы еще раз напомним, значит, куда можно прийти, куда привезти ребенка к вам, и что он какие-то, или он должен в госуслугах записаться, как? Мы тренируем на базе Кадетской и Люберецкой спортивной школы, точнее, общеобразовательной школы, третье почтовое отделение. Ну, то есть туда просто прийти в школу можно, да, и записаться, сказать, я хочу вот в ушу, вот, введите меня. К Макшанову Вадиму Романовичу. То есть лично к вам, понятно. И вы там уже производите отбор. Ну, вот, как сказали, разный возраст. Получается, что это может быть различная подготовка. Кто-то тонкий, кто-то толстый, кому-то сбросить вес, кому-то набрать вес. То есть за счет чего тогда достигается главная задача контактного единоборства? То есть прыгать надо или не надо прыгать? Мы отбираем изначально по возрасту людей, спортсменов. И потом уже спрашиваем, есть опыт в единоборствах, нет? А, то есть если он, например, боксировал, то это хорошо? Да, конечно. Нам уже легче будет с ним работать. Если спортсмен приходит уже без опыта, начинаем с АЗОВ, техника, не знаю. Ну, а вот, например, он говорит, я боксом занимался, может с ним кто-то побоксировать, чтобы он... Нет. Сразу же вы начинаете, вот это у нас так, а это так, а это не так. Ну, бокс, боксеры, они уж узконаправленные боксеры. Ну, так вот весь, как любой вид спорта, да, рассказывать немножко по-своему. Но все равно мы понимаем, что если у человека есть хотя бы какое-то любое единоборство, которому занимался, то вы под свое единоборство его уже подстраиваете, и это вам гораздо проще. А если человек совсем без подготовки, ну, например, хорошие физические данные, то он проходит более длительный путь, да, этап подготовки, чтобы стать уже действующим спортсменом. Спортсмен без подготовки начинает изучать технику. Технику ударов. Потом уже, исходя из этого, как он усваивает ее, мы уже начинаем смотреть, как он будет работать в парах. Ну, там еще до спаррингов далеко, если честно. Ну, понятно. Вот, Матвей, скажите, а вы-то зачем пошли в этот вид спорта? Как же хоккей, футбол, ну, баскетбол в крайнем случае? Ну, в первую очередь, ну, это как бы самозащита. Что, бежали в детстве? Было? Ну... Давайте рассказывайте, может, скажем, где. Было такое? Ну, когда был маленьким, да, прям, еще лет, может, 5-6, да, сверстники могли задираться. И это привлекло меня к единоборствам. А родители поддержали вас? Или они не хотели, чтобы... Ну, они вообще были не против, но, как бы, вот, чтобы заниматься, я сам решил. Ну, вот это, наверное, такой, да, самый мотивированный вариант, когда ребенок, да, сам. Вы в каком возрасте пришли? Получается, 7 лет. 7 лет. А сейчас вам? 15. 15. То есть 8 лет уже в боях. Ну, 50 медалей-то, это круто. Вот, наверное, еще такой момент, может быть, приходит много, но не все же остаются, да? Конечно. Почему? Горяя, почему остаются те, кто остаются? Вот так задание вопросов. Ну, остаются сильнейшие, наверное, это очень тяжело. Физически тяжело, морально тяжело. Не все выдерживают, остаются самые сильные. Ну, ведь я так понимаю, что, скажем так, человека научить можно многому. Но есть просто талант вот в этом единоборстве конкретно, а есть просто хороший боец. Трудолюбие. Трудолюбие. Не, они испаряются, они просто ленивые сами по себе спортсмены. А, я и так сделаю, да? Да, да, они пользуются своим талантом и говорят, ну вот я на таланте вывезу. А если талантливый и трудолюбивый, Матвей? Ты на миллион. Ну, как себя считаете, талантливым или трудолюбивым? Или талантливым трудолюбивым? Скорее, трудолюбивым. Трудолюбивым, да. То есть, наверное, не особо тренер-то верили поначалу у вас, да? Когда маленький был. Щуплый, наверное, был, да? Честно говоря, ну, что прям не верили, не было такого. У них была цель скорее научить меня, чтобы быть вам неуверенным. Спасибо большое. Мы желаем вашему клубу процветания. Побольше еще медалей. Самых лучших, да? Самых лучших отливов, как говорят в таких случаях. Напомню еще раз, что у нас в гостях был мастер спорта России по ушу. Саньда и кикбоксингу тренер клуба «Одиноборств Кобра» городской округ Люберцы. Вадим Равнанович Макшанов. И во второй части Матвей Абаденов, победитель всероссийских соревнований по ушу этого 2023 года. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивенко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!